Маткульт! Привет, друзья! Продолжаем изучать школьную программу 5-го Т-класса 444-й школы, где учится Светлана Алексеевна Саватеева. Выпуск 8, то бишь 2 в кубе. Сегодня мы будем вешать. Точнее, мы будем учить, как вешать. Михаил Алексеевич Саватеев читал курс на школе комендатурки алгоритмы в феврале. Он назывался линкат, по-моему. Как вешать и резать, говорил Миша. Ну, а мы будем только вешать, резать не будем. Итак, что же мы будем вешать? Ну, вы уже догадались. Листочек называется взвешивание. Решаем дома. Взвешивание относится к целой теории. Вы смотрите, сколько всего вариантов есть, из которых вам нужно один, какой конкретный один выбрать, да, с помощью нескольких там взвешиваний. И если в какой-то момент вариантов остается, грубо говоря, на одно взвешивание 4 варианта, нужно их различить, а у вас за взвешивание информация появляется, это больше, равно или меньше, то, соответственно, в любом случае уже по принципу Дерехле вы это сделать не сможете. И вот эти соображения часто помогают. Но, наверное, поначалу мы все-таки вот такими сложными соображениями пользоваться не будем. Это просто вам на заметку. Ну, и, например, 10 вариантов нужно различить за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь нельзя, потому что за 2 взвешивания 3х3, 9 вариантов различаются, значит, 2 какие-то склеиваются. Но это когда нужно доказать, что что-то нельзя. Пока это еще не тот уровень. Итак, задача номер 1. Как ни странно, одна из самых сложных в этом листочке, из этих 9. То есть там будут и простые задачи, а вот номер 1, она сложная. Ну, по крайней мере, мне показалось. Есть 6 одинаковых монет. Одинаковых по виду. Но среди них 2 фальшивые, легче остальных. 2 фальшивые, легче остальных. Найдите их обе за 3 взвешивания. Что за пиздец? Не могу понять. Итак, за 3 взвешивания нужно обе монеты как-то отсюда вытащить. 2 фальшивые монеты. Ну, вот смотрите. Значит, они легче остальных, но мы предполагаем, что они весят при этом друг с другом они весят одинаково. То есть они не разного веса. Там дальше будут другие варианты. Но здесь они как бы обе по-моему, иначе решить просто нельзя. Вот у меня 6 объектов, у меня нужно определить 2. Вариантов вот столько. То есть 6 по 2. То есть 15 объектов Вот. Тем самым за 2 взвешивания это нельзя сделать никак, потому что 2 взвешивания различают 9 разных, так сказать, вариантов. Поэтому тут видно, что минимум возможно вот 3. Ну и, честно говоря, как-то вот мы там решали, Света решал, я решал. Тупили долго. Пытались там 2 плюс 2, как-то 3 плюс 3, но на самом деле... Нажимайте на паузу. На самом деле. Ларетчик открывался очень просто. Нужно взвесить 2 монеты. Одну и вторую. Варианты. Первый вариант. Это больше, да? То есть, ну давайте, первую, вторую, да? Первая больше по весу, чем вторая. Дальше вариант. Первая по весу равна второй. И третий вариант. Первая меньше. Он идентичен первому. Здесь монеты неразличимы, поэтому можно считать, что это то же самое, что мы их поменяем просто местами. Значит, смотрите. Вот в этом случае уже я знаю, что 2, она фальшивая. Потому что если фальшивая весит одинаково и легче остальных, то из равенства, что какая-то монета больше другой, я уже точно знаю, что это настоящая, а вторая фальшивая. То есть, одну фальшивую в этом варианте я уже определил. Здесь я пока ничего не определил. Так. Значит, что я делаю дальше? Как ни странно, в обоих случаях следующий ход один и тот же. В обоих случаях следующий ход будет взвесить 3 и 4. Вот. Но результат я буду сейчас, значит, 3 и 4 в результат буду интерпретировать, соответственно, по-разному. Здесь и здесь, хотя, в принципе, похожим образом. Итак, 3 и 4 взвешиваю. Ну да, можно было сразу сказать взвешиваем 1 и 2, а также 3 и 4 параллельно. Теперь, значит, если у меня получается, что 3 больше 4, то в этом случае я уже все нашел. 4 фальшивая, мне хватило 2. Ну, мне повезло. Вот. если же получается равенство тоже, да, значит, то есть, либо или, соответственно, 3 равно 4. Ну, теперь смотрите, у меня два есть варианта принципиально различных, которые не переводятся друг в друга симметрией, перестановкой. Первый вариант состоял в том, что какие-то две монеты одинаковые, а две другие вот так, а и еще вариант, когда какие-то две монеты одинаковые и другие две какие-то монеты одинаковые. Ну, и как вы догадываетесь, вот в этих вариантах, когда какие-то две одинаковые, а другие вот так, среди оставшихся двух обязательно есть последняя фальшивая монета, потому что изначально эти могли быть фальшивые, вот когда я первый раз взвесил, они могли быть все-таки фальшивые. Но после того, как третий оказался больше четвертый, и я уже знаю, что четвертая точно фальшивая, первые две сразу автоматом становятся настоящими, потому что трех фальшивых у нас нет, у нас только две. То есть, в случае, когда хотя бы один раз у меня произошло, что одна больше другой, если это два раза произошло, мы уже все решили задачу за два взвешивания, а если один раз произошло, то я просто оставшиеся две взвешиваю, и среди них обязательно должна быть одна честная, одна фальшивая. И тогда, потому что первые две были равны. Ну и тогда следующим ходом я все добиваюсь. третьи четвертой. И осталось понять, что же делать вот здесь. Здесь у меня возникает парами, если вот эти две одинаковые, эти две одинаковые, то эти тоже две естественно будут одинаковые, тут не надо ничего взвешивать, потому что эти либо обе фальшивые, либо обе хорошие, эти либо обе фальшивые, либо обе хорошие, ну и соответственно здесь тоже остаются две одного типа. Ну и что дальше? У меня осталось всего одно взвешивание. У меня есть три пары. И одна из пар содержит две фальшивых монеты. Это обычная история. Один, два, три, четыре взвешиваем. И, соответственно, если одинаковые, то вот фальшивые обе. А если где-то меньше, то вот фальшивые обе. То есть как бы спарил. Двумя первыми взвешиваниями я их спарил. И последним... Все. Казнил. Поехали. Ну вот, когда я обнаружил, что первая задача такая сложная, глаза на лоб полезли, потому что вдруг все остальные еще сложнее. Но нет. Это была такая проверка на вшивость. Вторая гораздо легче. Семь монет. Расположены по кругу. Будь другом, сядь круг. Так. Вот они, семь. Известно, что какие-то четыре из них, идущие подряд, фальшивые. И что каждая фальшивая монета легче настоящей. Все фальшивые весы одинаково. Меньше настоящая, настоящая, настоящая. Вот такая ситуация. Как с помощью одного взвешивания... Тут всегда добавляют на чашечных весах без гид. Ну, все задачи, это на чашечных весах без гид. Как с помощью одного взвешивания можно найти фальшивую монету? Тут как бы ключевой вопрос. Можно найти фальшивую монету. То есть, не определить все. Это мы никогда в жизни не определим за одно взвешивание. У нас семь вариантов и одно взвешивание. А найти какую-нибудь одну фальшивую монету. И вот это, оказывается, можно... То есть, тут надо догадаться, что надо решать задачу как бы на нахождение какой-нибудь фальшивой монеты. Ну, это очень просто. Если у нас известно, что они идут подряд, то надо просто взвесить наугад взятые, почти противоположные друг другу. Таким образом, мы можем попасть вот на такую пару, на такую пару, на такую... На такую... Все, что ли? Сейчас. Ну, нет, можем попасть на такую пару, на такую пару, на такую пару. Все. А вот такая, получается, звезда. Ну, такая. Шести как бы... Семиконечная звезда. Вот. То есть, мы можем... Когда мы взвешиваем две противоположные друг другу, но противоположных вообще нету, потому что их семь, если бы было восемь, было бы, понятие, противоположные, если бы счетным словом. Ну, почти противоположные. То есть, идущие через два и через три, соответственно. То видно, что в любой... Любая синяя такая линия соединяет фальшивую с настоящей, либо, если совсем сильно повезет, две фальшивых. Но никогда не соединяет двух настоящих. Поэтому в четыре... Семи... Семи... Нет. В шести... Шести из семи вариантов у меня будет совершенно понятная картина. Вот такая. И будет ясно, что вот та, которая легче, та, которая легче. Остается вопрос, что делать, если у меня вот такая картина. Ответ взять любую. Потому что они обе фальшивые, а мне требуется найти хотя бы одну фальшивую монету. То есть, если мне так дико повезло, что я прям охватил ровно эти два за концы, значит, они будут одинаково вести, тогда они обязательно обе будут фальшивые. Вот так. Так что за одно взвешивание мы это сделали. Задача гораздо проще, чем предыдущая. Номер три. Вряд ли даже... Вряд ли сжат пять внешне одинаковых монет. Среди них ровно две фальшивых. Причем они лежат подряд. Настоящие весят одинаково. Фальшивые не обязательно. Но все они легче настоящих. Итак, пять монет, две фальшивые лежат подряд. Настоящие одинаковые весят, все одинаково весят фальшивые, все меньше. Но не одинаковые, не обязательно. Опять за одно взвешивание. Опять найти хотя бы одну. После предыдущей задачи это становится совсем очевидным. Тут даже два способа решения. Первый. Вот так. Второй. Вот так. То есть, либо первую, значит, крайнюю с центральной, либо через две. Почему? Ответ. Ответ такой. В этом случае мы не можем взвешивать две фальшивых. Либо мы взвешиваем две настоящих, либо настоящую фальшивую. Две фальшивые лежат подряд по условиям. Соответственно, как бы не лежали две фальшивых, происходит одно из двух. Если у меня, ну давайте синий вариант разработаем. Вот, например, если в синем варианте одна больше другой, то так как это не две фальшивых, то одна настоящая, одна фальшивая, тогда, значит, соответственно, например, вот в этой ситуации вот эта будет больше этой. Вот. Ну или если, например, они лежали вот так, то наоборот, вот эта будет больше этой, и мы скажем, вот она фальшивая. Также если вот так. А что, если они лежали вот так? А вот тогда мы получим равенство на весах. Ну тогда легко определить однозначно место положения двух фальшивых, потому что они подряд идут, и поэтому их положение может быть только здесь, между ними. Тут такой же разбор, только там остается вариант, когда вот эти. То есть если эти оказались равны, то две фальшивые вот эти. Во всех остальных случаях мы поймаем фальшивую. Она будет меньше настоящей. Пока это фигня. Четвертая задача. Там на самом деле ближе к концу будет весело очень. Очень весело. Восьмая и девятая у нас займут, наверное, половину времени вообще всего этого ролика. Четвертая. На столе вряд ли лежат четыре монеты. Среди них обязательно есть как настоящие, так и фальшивые, которые легче настоящих. Известно, что любая настоящая лежит левее любой фальшивой. Любая настоящая лежит левее любой фальшивой. Как заодно взвешивание на чащественных весах без гири определить тип каждой монеты, лежащей на столе? Заодно. Ну, давайте нажмем на паузу. Известно, что среди этих монет есть как фальшивые, так и настоящие. Которые легче. Значит, фальшивые весят одинаково. Ну, да. Здесь я буду исходить из того, что фальшивые весят одинаково. Это не сказано в условии, но без этого я решать не умею. Значит, смотрите. Есть как фальшивые, так и настоящие, но любая настоящая лежит левее любой фальшивой. Внимание! Тогда вот здесь обязательно настоящая. Потому что настоящая хотя бы одна есть, а любая настоящая лежит левее любой фальшивой. Если бы здесь была фальшивая, то уже все остальные не могли быть настоящими, они были бы правее нее. Но также здесь обязательно фальшивая. Потому что иначе опять нарушаются условия. Если здесь настоящая, у меня любая настоящая лежит левее любой фальшивой. Если здесь появляется где-нибудь фальшивая, то настоящая лежит правильнее. А тогда фальшивых опять нет. То есть здесь нет настоящих, здесь нет фальшивых. Было бы противоречием и то, и другое. Поэтому на самом деле у нас всего лишь три варианта, когда у меня так может быть, да, у меня обязательно вот здесь и здесь настоящие фальшивые. Дальше, так как каждый настоящий левее, каждый фальшивый, то посередине не может быть расположение фальшивой, а потом настоящей. Она была бы правильнее. Значит, есть три оставшихся варианта. Из двух можно составить четыре варианта, но вот такой вариант невозможен по условию тоже. Потому что снова настоящая лежит правильнее фальшивой. Поэтому с соблюдением условия у меня получается всего лишь три варианта их расположения. Поэтому за одно взвешивание теоретически можно это определить. Теоретически. Взвешивание различает три варианта. либо тут обе настоящие, либо настоящие, потом фальшивые, либо две фальшивые. Теперь надо устроить такое взвешивание, что каждый исход соответствует ровно одной такой строке. еще раз нажимайте на паузу и думайте сами. Нажали? Ответ. Вот это кладется на одну чашку весов. То есть гарантированный НФ. Гарантированная сумма настоящие и фальшивые. Ну и все. Теперь понятно. При равенстве мы имеем этот вариант НФ и НФ. Если это тяжелее, то мы имеем две фальшивых. Если это легче, мы имеем две настоящие. Все. Пока вы будете обдумывать эту гениальную идею, я буду стирать с доски. И переходить к следующей задаче из этого замечательного листочка. Задача номер пять. Вот при записях в интернет можно стирать сразу, потому что всегда можно вернуться на несколько секунд назад и рассмотреть доску, нажав на паузу. Есть некие плюсы в онлайн формате, хотя, конечно, все равно оффлайн лекции это счастье, когда ты видишь людей в лицо. Огромный зал. Почему я все время езжу, да? Но и в интернет тоже работаем. Везде работаем. Пятая задача. Известно, что медные мани... Это офигенная... Просто офигенная. Известно, что медные монеты достоинством в один, два, три, пять копеек... Вот мы еще помним моим оператором это время, когда эти монеты были, да? И весили ли они два, один, два, три, пять грамм. То есть, прямо вот в точности сколько достоинств, столько и вес. Это монеты Советского Союза. Так вот, они весят ровно столько грамм, сколько их достоинства. Среди четырёх медных монет по одной каждого достоинства есть одна бракованная, отличающаяся весом от нормальной. Какую сторону? А не дано. Как с помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гири определить бракованную монету? Смотрите, всё очень жёстко. Восемь вариантов. Это бракованная вверх, это бракованная вниз, это бракованная вверх, это бракованная вниз, это бракованная вверх, это бракованная вниз, это бракованная вверх, это бракованная вниз. Восемь вариантов двумя взвешиваниями. Двумя взвешиваниями можно разделить девять вариантов. На грани! Правда, нам не говорится, что мы обязаны узнать тяжелее на или легче, но, по-моему, алгоритм, который будет сейчас предложен, он все-таки это тоже. А, нет, кстати, нет, 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 может, и не будет. В общем, нам, на самом деле, не требуется узнать тяжелее на или легче. Нам нужно только определить ее, какая из них проходит. Ну, давайте начнем. Вот, так вот, что с чем вообще здесь можно сравнить? Давайте подумаем, если есть 4 такие монеты. То есть, на чашечных весах мы можем получить информацию только в том случае, если мы ставим что-то, что по номиналу равно друг другу на разные гири. Иначе мы никакой информации не получим. Ну, вот здесь ровно два варианта. Здесь 3, которое вообще-то по идее равно 2 плюс 1, и 5, которое, по идее, равно 3 плюс 2. Больше вариантов здесь, ну, по крайней мере, я не увидел. Но и этого вполне было достаточно. То есть, могу совершенно точно сказать, что взвешивания, да, эти два взвешивания, они будут точно определены. Они будут, значит, одно из них будет 5 сравнивать с 3 плюс 2, а другое 3 сравнивать с 2 плюс 1. Ну, может быть, вопрос в каком порядке. Может, это вообще не важно. Ну, давайте начнем с пятерки и сравним это с 3 плюс 2. Вот. Значит, поехали. Тут уже нельзя сказать, что какие-то варианты друг другу аналогичны, и можно их объединить в один, потому что перестановка тут невозможна. Значит, тогда первый вариант стоит в том, что 5 оказывается больше, чем 3 плюс 2. Бывает. Будем думать, что из этого следует. Может быть, что 5 равно 3 плюс 2. Ну, здесь мы сразу можем написать, что из этого следует. Правда? Из этого следует, что первая монета фальшивая. Потому что раз 5 равно 3 плюс 2, то здесь ни одна из них не может быть фальшивой. Фальшивая должна быть легче. То есть, чаша весов должна быть в измененном состоянии. Значит, раз она в обычном, значит, 1 фальшивая. И здесь задача решена сразу, если, конечно, нам так повезло. Хорошо. Последний вариант, что 5 меньше, чем 3 плюс 2. Хорошо. Ну, а теперь давайте привлечем, значит, во всех вариантах, кроме вот этого, который стал очевидный и был полностью решен. Привлечем последнее, второе взвешивание, а именно 3, сравниваем с 2 плюс 1 на чаши весов. Опять у нас 3 варианта. И если 3 равно 2 плюс 1, то мы тоже можем сразу сделать вывод, что фальшивая пятерка. 5 фальшивая. А двух других надо подумать, потому что... Подумать, потому что... Да, потому что... Мы сейчас будем их соотносить с теми, которые здесь возникли. 3 больше, чем 2 плюс 1 и 3 меньше, чем 2 плюс 1. Ну вот, вот у меня... Теперь я должен вот эту информацию обработать, да? Обработать, понять, что и как. Если у меня 5 больше, чем 3 плюс 2, и при этом 3 больше, чем 2 плюс 1, какая монета может оказаться фальшивой? Прежде всего, монета, которая не участвует вот в этих двух сравнениях... Ну вот, монета, которая хотя бы в одном сравнении не участвует, она заведомо настоящая, потому что раз точное равенство, значит, фальш среди уже положенных на весы. Поэтому, если я рассматриваю вот эти два варианта, когда 5 больше 3 плюс 2 и 3 больше 2 плюс 1, то у меня и пятерка, и единица настоящие. Поэтому вопрос, тройка или двойка фальшивая? Ну вот, поэтому вот мы не можем понять тройка или двойка, а поэтому можем. Потому что раз здесь тройка больше, чем 2 плюс 1, то если она была бы... Сейчас, секунда. Нет. Так, значит, 3 или 2, да? Если 3 фальшивая, то она меньше, чем настоящая. А здесь написано, что больше. Значит, 3 не может быть фальшивой. Значит, из вот этих двух равенств фальшивая только двойка. Двойка меньше настоящей, двойка меньше. Всё. Всё сходится. То есть, 1 и 5 у нас заведомо настоящие. Если здесь... Если вот тут, значит, тогда фальшивая меньше, но если она меньше, то из этого, значит, она только справа. Должна быть здесь, где знак меньше. То есть, это двойка. Поэтому, если вот так, то двойка. Ну, можете сами разобрать. Ну, давайте быстро разберём остальные. Вот здесь какая монета. То есть, тогда двойка, и она меньше. Здесь я определил только, что 1 фальшивая, и что 5 фальшивая. Какая именно, не определил, но на самом деле я мог бы определить, включив ещё одно взвешивание. Здесь-то я всего одним добился. Так, теперь здесь и здесь, да? 5 меньше, чем 3 плюс 2, 3 меньше, чем 2 плюс 1. Опять, во всех этих вариантах оправдана единица и пятёрка. То есть, всегда речь идёт о тройке или двойке. Значит, из этого следует, что на самом деле фальшивая монета тяжелее. Поэтому здесь надо искать, где она справа. Справа здесь двойка, а не тройка. Двойка тяжелее. Значит, тут двойка тоже. То есть, здесь и здесь двойка, но по разным причинам. Здесь она легче, а здесь она тяжелее. Дальше. Тут кто? 5 больше, чем 3 плюс 2, 3. И меньше, чем 2 плюс 1. Ну, тут, очевидно, тройка, да? Потому что, опять же, иначе противоречие, что двойка фальшивая и легче, а тут двойка фальшивая и тяжелее. Значит, тройка. Всё, противоречия нету. И здесь, и здесь, соответственно, тоже тройка, но на этот раз тройка тяжелее. То есть, здесь тройка легче, а здесь тройка тяжелее. Тут опять двойка отрицается, потому что здесь она больше, здесь она меньше. Ну, вот мы так всё это раскатали. По всем случаям. И надо сказать, что очень аккуратно нам почти все результаты всех взвешиваний пригодились. То есть, нам эти 10, ой, 8 вариантов по 9 результатам двух взвешиваний вот так аккуратненько разложили все по полочкам. Ну вот, друзья мои, этот листочек, надо сказать, затянулся. Поэтому мы его прервём. И будут у нас сказки шахерезады. Шахерезады, последние трудные 4 задачи мы оставим на следующий раз. То есть, будет выпуск 9. Кстати, очень хорошо. Выпуск 8 это 2 в кубе, а выпуск 9 это 3 в квадрате. И они обе будут про взвешивание. Вот так вот. Так что, маткульт, пока. До встречи на канале. До встречи на канале.